Вы оставляете 25 300 рублей с учетом комиссии. Подтверждаете данную операцию? Нет, не подтверждаю. Подскажите, пожалуйста, инополучателя Ермаков Роман Алексеевич вам знакома? Да нет, первый раз слышу. Я фиксирую данную информацию. Так как вы не подтвердили правомерность данного действия, банк переводит данную сумму 27 300 рублей на счет временного хранения. Николай Владимирович, подскажите, пожалуйста, карты нашего банка никому не давали в пользование? Прошу прощения, а мне вот почему-то тогда смс-ки никакие не... Там же обычно, если что-то списывается, обычно приходят смс-уведомления, что... Да, конечно, смс-уведомления, да, приходят. Или код подтверждения, что там подтвердите операцию такую... Да, ну, в любом случае, да, вам должно было поступить смс-уведомления. Вы получали какие-либо смс-уведомления? Да нет, не получал никакие в том-то все дело. За последние 15 минут? Нет, нет. Приходили какие-либо? Ну, по тенькову банку нет, нет, нет. Так, скажите, ваш финансовый номер 7665 является вашим единым финансовым номером? А что за финансовый номер? Финансовый номер – это контактный ваш номер телефона просто, и вы его указываете, и он является также вашим финансовым номером, куда поступают все звонки и смс-уведомления от данного банка? Да, это единственный мой финансовый номер. Да, единственный контактный ваш номер телефона. Хорошо, я фиксирую данную информацию, Николай Владимирович. Ну, карту никому не передавали вы, это точно. Вы самостоятельно всегда используете наши банковские продукты, правильно я вас понимаю? Ну, я никому не передавал, то есть она у меня всегда при мне. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Николай Владимирович, подскажите, за последние три недели предоставляли где-то свою персональную информацию, возможно госохреждение, либо же приобретение авиа-ЖД-билетов, регистрация на каких-либо сайтах, там, к примеру, букмеки, какие-то ставки. Нет, я карту очень редко пользуюсь, в плане вот если вот в интернете я ее особо не засвечивал. То есть, ну, интернет-покупки тоже не производите? Ну, очень редко по этой карте. Хорошо, я фиксирую данную информацию. Николай Владимирович, подскажите, в приложение Тинькоф Банка входит ли с персонального компьютера, либо с помощью мобильного устройства? С помощью мобильного устройства. Угу, я фиксирую данную информацию. Вижу, что у вас подважно два мобильных устройства под ваши учетные жады. На базе Android и на базе iOS. Все верно. А почему два мобильных устройства? Я вот только одним пользуюсь. У меня один телефон. Вы производите только с помощью одного устройства? Да, у меня iOS никогда не было. iOS? Угу. С помощью... На базе Android, правильно, производите вход? Возможно, вы заходили в свою учетную запись с помощью другого мобильного телефона? Нет, нет. Я не использую другой телефон. Хорошо, тогда я отмечу, что надо отсоединить данное устройство. Николай Владимирович, подскажите, свой последний активный баланс. Вы припоминаете, который вы наблюдали на карте? Где-то в районе, наверное, 22 тысячи, 23. Хорошо. Фиксирую данную информацию. С этим картинком, я составляю финансовую заявку. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Николай Владимирович, добрый день. Да, здравствуйте. Вас беспокоит центральное отделение Тинькофф Банка, старший специалист Белопардин Сергеевич. Николай Владимирович, я ознакомился с вашей заявкой, которую передал мне мой специалист сторонней банковской структуры. В заявке указано, что вы столкнулись с неправомерными действиями. Это верная информация? Ну, а что значит неправомерные? Я вот не совсем понял. Просто мне никаких смс-уведомлений не приходило. И как вообще могли люди писать? У вас не проходили смс-уведомления по такой причине, что на системе запректирована заявка на замену вашего финансового номера телефона. Открытие номера телефона с окончанием 6028. Это ваш второй финансовый номер телефона? Нет. У меня только один телефонный номер, на который вы звоните. Только один, 76-65, все верно? Да, да, все верно. Фиксирую данную информацию. Передаю заявку финансового отдела нашего банка. Сейчас я переподвязываю финансовый номер телефона, а с тобой все смс-уведомления поступали на ваш второй финансовый номер телефона. В данный момент подскажите, Николай Владимирович, вы личным кабинетом нашего банка давно в последний раз пользовались? Я пользовался приложением вашим, то есть с телефона захожу. Это и есть личный кабинет. Да, да. Ну, буквально сегодня с утра я просто проверял баланс, я вносил недавно деньги, просто проверил, какой сейчас баланс. Фиксирую данную информацию, Николай Владимирович. Подскажите, у меня сообразилась информация, что ранее вы выполняли свой вход из мобильного устройства на операционной базе Android. Сегодня был выполнен вход на операционной базе iOS, то есть iPhone. Подскажите, вы владеете устройством Android, либо же у вас Apple? Нет, я в Android владею, системой Android. Фиксирую данную информацию. Николай Владимирович, смотрите, вам в данный момент потребуется остановить защиту в ваш личный кабинет, чтобы компрометация данных не могла произвестись именно через ваш личный кабинет. Смотрите, в данный момент поставьте, пожалуйста, менять сейчас на громкую связь, то есть зайдите в официальный дилер-поставщик ваших мобильных приложений Play Market и напишите слово поддержка. То есть у вас будет приложение Time Beaver Quick Support. Возможно, вы ранее работали с данной программой, подскажите. Нет, не работал. Не работали. Дело в том, что данная программа, если бы вы ранее могли не пользоваться, то данная программа в данный момент могла помочь вам решить данную проблему, потому что в данный момент отображается информация, что перевод, который произойдет через вас личный кабинет. В данный момент, Николай Владимирович, поставьте, пожалуйста, меня на громкую связь. Зайдите в официальный дилер-поставщик ваших мобильных приложений Play Market и напишите слово поддержка. Там будет приложение, то есть белый кружочек и стрелочка в разные стороны, называется Time Beaver Quick Support. А вы разве не через официальное ваше, то есть Тинькофф приложение подключаетесь, то есть нужно какое-то еще стороннее приложение? Да, дело в том, что эта разработка вышла совсем недавно, то есть Time Beaver Quick Support. Она помогает техническому отделу нашего банка произвести разбирательство касательно ваших счетов. И то есть машинистки здесь, и касательно вашего личного кабинета, и вообще вашего мобильного устройства. То есть я правильно понимаю, то есть вы, получается, я установлю, и какую-то защиту это будет, это приложение, да? Да, это также у вас будет официальный чат с нашим банком, который будет у вас заработать 24 на 7. То есть как только у вас возникает какой-либо вопрос, вы пишите чат с нашим банком, и уже операционист отвечает вам в нашем чате. Ну я понял. Я просто вот не совсем понимаю, знаете, вот именно структуру работы. То есть вот мне сказали, что кто-то пытался привязать другой номер, да, к моему как бы аккаунту Тинькофф. То есть это, получается, человек делает с другого телефона, а вот если это приложение будет установлено на моем телефоне, то как это поможет в дальнейшем избежать вот этих моментов? Николай Владимирович, смотрите, данное приложение поможет вам, то есть установить трехфакторную защиту на практичный кабинет. Я подал только что заявку в технический отдел нашего банка, чтобы никакие сторонние банковские номера, то есть не подразумевались к вашему личному кабинету, что вы владеете только один, 76-65. То есть так же, если вам потребуется переподвижать новый финансовый номер, к вам приедет курьер от нашей компании Тинькофф, то есть и вы уже вместе с курьером решите данную проблему. То есть он вам поможет переподвижать финансовый номер перегона, вы сами будете все это наблюдать вашим, то есть он будет перед вами все данное выполнять. Я понял. Поэтому, Николай Владимирович, сейчас ставьте меня, пожалуйста, на громкую часть и заходите в мобильное положение Play Market. Так, единственное, да, сейчас я к Wi-Fi подключусь, потому что получается, если... Ну, может быть, перезвоните, потому что у меня сейчас же, получается, интернет не работает, когда с вами разговариваю. Ну, то есть или он очень медленно. Просто дело в том, что пока я нахожусь с вами на линии, я имею право контролировать каждую транзакцию касательно ваших счетов и несу полную финансовую и уголовную ответственность за ваши денежные средства. Я понял вас. Так, ну, то есть, получается, вот эти денежные средства, они не ушли, да, к мошонникам? Они именно... Они в данный момент... Они были в данный момент списаны с вашего личного кабинета, но они не были доставлены по улице. Они находятся сейчас в транзакционном поле нашего банка, проще говоря, на счету временного хранения. Сейчас я отправил заявку в ФНСВ у нашего банка, то есть в течение пяти минут ваши денежные средства поступят на ваш банковский продукт, то есть снова. То есть, чтобы остановить текущий баланс вашей банковской карты. Так, я понял. Хорошо. Как вы сказали, там, приложение называется Dr.Weber, да, или как там? Напишите в поисковой строке в PlayMarket слово поддержка с двумя буквами D. И у вас должно быть приложение TimeBeaver QuickSupport. Так, сейчас я захожу в PlayMarket. Так, вот поддержка всех файлов геймпада, вот... Нет, в поисковой строке PlayMarket просто напишите поддержка с двумя буквами D. И у вас должно быть либо же первое, либо же второе приложение TimeBeaver QuickSupport. То есть, там есть одно приложение TimeBeaver просто время банка, а второе приложение TimeBeaver QuickSupport. Вам потребуется QuickSupport скачать. Так, да, все, я скачиваю. После того, как установится, сообщите мне, я живем на линии. Хорошо. Да, да, вот у меня остановилось, запустилось. Откройте его. У вас должен будет отображаться вашей идеи, он будет состоять из 10 цифр. Начинается он с цифры 1. Так. Нет, ну тут почему-то только не с цифры 1 начинается, с цифры 5. И не 10-значная, а 9-значная. В таком случае, готов фиксировать. Так, сейчас, минуточку. Так, 5-5-6. 5-5-6. 0-8-8. 0-8-8. 6-8-8. 6-8-8. В этом момент видите, ваши идеи еще. Пойди. Да, подскажите, вы точно установили данную программу, которая называется TimeBeaver QuickSupport? Да, да, точно, да. А попробуйте выйти с нее, закройте полностью и перезайдите, потому что у меня отображение данного ID не существует. Да. Так. А, вот подождите, вы сказали TimeBeaver QuickSupport, да? У меня вот установилось просто TimeBeaver, не QuickSupport, а просто TimeBeaver. А вы когда заходили, приложение у вас запрашивало установить дополнение? Да, но я отказался, ну, то есть отмену нажал. Вот вам потребовалось, надо было данное дополнение скатять, это QuickSupport, то есть запрашивало вас скатять дополнение. Я понял, ну, так, то есть, если я сейчас зайду, он опять запросит, да? Да, скорее всего, снова запросит у вас. Ну, давайте я попробую тогда сейчас и, ну, тогда повисите, да? Да, ожидаем на линии. Сейчас, милучку. Я просто потому, что я, когда телефон убираю, у меня вот телефон гаснет и приходится разблокировать его постоянно. Да, вот, да, оно просто немножко подвисает, оно, да, пошло на скачивание и немножко подвисает, но ведем, потому что я с вами разговариваю, ну, вроде к Wi-Fi подключено. Идет вот скачивание написано, вот еще вот оно, ну, качается, я вам сообщу, да. Хорошо, хорошо, ожидаю на линии, да. Так, да, вот, сейчас установилось, захожу, вот, да, вот есть десятизначный номер, да, вот ID он получается. Я же, надо подписировать. А мне сначала что нужно, пароль там внизу какой-то, а я раз не должен сам задавать пароль, ну, как вот обычное приложение? Нет, ни в коем случае, пароль, вы мне не сообщайте, у вас, то есть, должен обновляться пароль, каждый раз, как только вы заходите в таймдивер, у вас будет обновляться ваш пароль, чтобы никто не смог подключиться, то есть, с посторонним. Угу, я понял. Допоксировать ваш ID. Готовы, да, я говорю, там, сообщаю, записываю? Да, да. ID. С уважением. Алло, алло. Руководитель отдела... Да, 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 вот сейчас слышу вас, да, видимо, что-то со связью бывает, прерывается. Так, сейчас опять... Готовы, фиксировать, да. Да, да, это что-то увлекает меня, потому что... Так, так, захожу в приложение. Так, сейчас... Так, диктую, записываете, да? Да. Так, один, значит, получается. Алло, так, 635. 635. 848. 1-148. 1-148. 0-25. 0-25. А подскажите, Николай Владимирович, зачем вы обманываете второй раз уже? Потому что вы долбоебы, наверное, блядь, охуевшие, которые заебывают людей своими звонками, блядь. Поэтому я решил вас... Ну, конечно, блядь, черт. Вы, кстати, мне звоните второй раз уже сегодня. Я вот одного уже опустил, блядь. Петух, блядь, у тебя в штанах, блядь. Иди, блядь, и хуй с жопы достань, черт, блядь. Иди, блядь. Ты хуй со рта достань, непонятно, что ты базаришь, блядь. Хуй со рта у тебя, блядь. У тебя в ушах хуй, поэтому не понимаешь, что люди говорят. Давай, давай, блядь. Чеши, чеши, блядь, тетя шлюха, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok